13 век кровавое время. То монголы пойдут дань собирать, дожечь и грабить непокорных, то какие-нибудь тевтоны решат обратить один из народов в истинную веру. Да, без мордобоя дело редко обходилось. Кто не умел воевать, жил недолго. Проникнуться духом того времени поможет эта игра. Игра про войны, ведомые славянским князем Давмонтом. Много горя принесет врагам этот герой, но помыслы у князя, само собой, благие — защитить свой народ от иноземных захватчиков. Ничего, если он по такому делу вторгается в земли врага и немножечко их грабит. Время такое. Да и дружину приодеть надо бы. На всю войну князю положено аж 8 миссий. Зато в отличие от кампании предыдущей игры, князь с приближенными к нему войсками воюет в каждой, переходя из одной битвы в другую. Кстати, предыдущие сражения в игре тоже есть, немного облагороженные и избавленные от ошибок. Можете сравнить их при желании. Подход с переводом войск из одной миссии в другую обычно сопровождается в стратегиях такой вещью, как улучшение отрядов между миссиями. Тут все в порядке, наши бойцы легко поднимут свои умения на новый уровень, после чего в следующей миссии будут еще быстрее крушить врага. Главное, чтобы золото было. А у кого совсем много денег, тот и войск новых прикупить сможет. Но не больше семи отрядов. Остальных в некотором количестве и соответствующего невысокого качества вам выдадут на каждую конкретную миссию. В качестве шутки можно продать именной отряд князя и купить на полученные деньги пару других, всего чуть хуже качеством. Постойте, спросите вы, а откуда вообще взялись деньги? Так ясно же было сказано. Князь ходит в гости к Тевтонам и берет у них то, что самим Тевтонам точно не пригодится. На эти средства и развивает дружину. Ну не крестьян же создавать, чтобы дань с них собирать. Похоже, наш герой еще и мародерством занимается, потому как некоторую сумму денег мы получаем после каждой битвы. И чем больше вражеских отрядов полегло на поле боя, тем больше зарплата. А может он просто флаги захваченные продает? В общем, темная эта история с деньгами. Но будете хорошо воевать, будут и деньги. Вернемся же непосредственно к боевым действиям. Враг коварен и хитер, поэтому предпочитает побеждать количеством. Качество, впрочем, тоже обычно очень даже неплохое, но количество важнее. Так вот, количественно он обычно превосходит войска князя раза в 3-4, так что война лоб в лоб однозначно не проходит. Зато враг невероятно туп и легко делится на группы, в силу чего хорошо уничтожается локально превосходящими силами князя. Однако тупость не мешает врагу производить такие хитрые маневры, как выход огромной толпой из нашего тыла. Или отключаете туман войны, да, теперь он есть. Или готовьтесь к тому, что в первый раз вам выиграть не удастся из-за такого вот рояля в кустах. Необходимость в постоянных маневрах сделала конницу незаменимой. А как иначе, когда приходится как легендарный слуга из Бергама быть везде? Поэтому даже и не думайте покупать пехоту, какой бы симпатичной она ни была. Она просто никуда не успеет. Зато конные лучники идут на ура. Это лучшее средство для уничтожения вражеской тяжелой конницы. А вот еще один оригинальный трюк из дополнения. Впереди скачут лучники, постреливая через плечо в преследователей, а сзади едет князь и деловито добивает тех, кто перетрусил и решил сбежать с поля боя. Безотходная технология. Графика игры, как и стоило ожидать, принципиально не улучшилась. Все те же страшненькие, а порой и выпадающие текстуры, не говоря уже о том, что рассматривать все приходится с огромного расстояния. Со штурмами городов то же самое. После неудачных вариантов в основной игре все сражения и дополнения проходят в чистом поле. Что ж, это дополнение по-своему симпатично. Но все это могло бы быть еще в основной игре. Так что Русичу остается поставить лишь удовлетворительную оценку. Теперь и настоящая компания. Но, к сожалению, этого слишком мало, чтобы сделать проект интересным для кого-то, кроме фанатов.